Вы слушаете канал жааш.клаб, история о тараканище из бабушкиного сундука. Денис рисовал в большой толстой тетрадке, подаренной за хорошее поведение бабушкой. Она любит практичные подарки и всегда покупает что-нибудь для творчества. Странный шелест из угла комнаты привлек внимание художника. Там в темноте, покрытой старинной кружевной салфеткой, стоял бабушкин сундук. Он запирался на ржавый замок, а пахло оттуда сладковатым нафталином. Очень редко родственники доставали из обитого потрескавшейся кожей хранилища дореволюционные вещи, открытки, ботинки, платья ради хвостовства перед гостями. Мальчишка прервал рисование, посмотрев в щель между кожаным ящиком и стеной, на него смотрели черные маленькие глазки насекомого под кудрявыми усами. Он увидел, как таракан отряхнулся, увеличился в размере до средней мыши и зашипел. Ребенку захотелось потрогать живое существо, но оно открыло зубастый рот, захлопало краснеющими глазами и растопырило лапы, похожие на металлические спицы. Потом тараканище, подросший за минуту, стал двигаться из укрытия, угрожая напасть. Наблюдателю ничего не оставалось, как взять хоккейную клюшку и стукнуть монстра по голове. Сразу раздалось шипение, и полетели синие искры. Шуршание прекратилось, кровожадное насекомое исчезло, а на полу остались следы от острых когтей. Секунды отделяли Дениса от нападения сверхъестественного чудовища, желавшего разодрать человека. Быстрая реакция спасла ему жизнь, но теперь сон в комнате становился опасным. Пришелец из потустороннего мира наверняка вернется. Продолжение истории читайте на сайте jah.club Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова